Приветствую вас, с вами Михаил Тришин и в этом видео я расскажу, как получить стартовый капитал в виде безвозмездной ссуды 58 800 рублей или гранта 300 000 рублей. Из видео вы узнаете, как мы это сделали с одним из предпринимателей, на что нужно обратить внимание, если вы захотите повторить наш путь, и какие типичные ошибки совершают те, у кого почему-то не получилось дойти до конца и получить финансирование от государства. В каждом регионе России действует программа о дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Такая же программа действует и в нашем регионе, в Нижегородской области. Полную информацию об этой программе, о том, как в ней принять участие, какие документы требуются, можно найти всегда на сайте вашей администрации, администрации вашего региона. То же самое существует у нас на сайте правительства Нижегородской области, описаны были все правила. Согласно этим правилам, на сайте Международной школы плотников тайга, intertayga.ru, я разместил специальную заметку, которая называется «Обучение в школе плотников за счет государственной помощи». В этой заметке я рассказал кратко о том, кто может и кто не может претендовать на получение безвозмездной субсидии. Вы можете сами зайти на этот сайт, и самая первая статья, которая там есть, это будет как раз статья, посвященная вот этой теме. Здесь же рассказано, какие шаги предстоят будущему владельцу собственного дела и претенденту на получение субсидии. Рассказано немножко про подводные камни, а также приведены реальные примеры. Так вот, об одном из таких примеров в этом видео я расскажу более подробно. Итак, для того, чтобы получить субсидию 58-800 рублей на развитие собственного дела, мы вместе с одним из предпринимателей подготовили бизнес-план. Бизнес-план назывался «Организация производства сробов для деревянного домостроения». Здесь, по соображениям соблюдения коммерческой тайны, закрыто наименование предприятия, фамилия, имя, отчество получателя. Но, тем не менее, основные моменты, которые мы сделали в бизнес-плане, на что нужно обратить внимание, я вам покажу. Итак, в содержании бизнес-плана какие разделы были? Были, как обычно, исполнительные резюме, то есть краткое описание на одной страничке, общее описание компании, описание продукции и услуг, маркетинговый план, производственный план, план по персоналу, финансовые планы расчеты, показатели инвестиционной эффективности, анализ устойчивости проекта с точки зрения анализа рисков. А также выводы и заключения были сделаны, и показана эффективность проекта для создания нового бизнеса, социальная эффективность проекта и коммерческая эффективность. В исполнительном резюме самое главное, на что хотелось бы обратить внимание, что если вы делаете подобный бизнес-план, нужно обязательно показать его социальную значимость. Так мы выделили в качестве социальной значимости в этом проекте, что согласно этому проекту будут организованы новые рабочие места для 9 сотрудников, открытие производства будет способствовать развитию местных производителей, проект позволит снизить розничные цены на деревянные экологичные дома, а также обеспечить качественной продукцией большее количество населения региона. А также то, что за 5 лет реализации проекта в бюджет будет уплачен налоговых отчислений в значительной сумме, более 3 миллионов 730 тысяч рублей. Вот это неплохо вам тоже подчеркнуть в бизнес-плане, который вы будете делать для того, чтобы получить субсидии. Также описано в бизнес-плане, что единственным вариантом реализации проекта является получение субсидии Центра занятости населения на открытие производства. В этом случае проект может быть успешным и прибыльным на рассчитанном горизонте планирования. То есть вы делаете бизнес-проект, показываете всячески его коммерческую эффективность, показываете его социальную значимость и подчеркиваете то, что реализовать этот проект можно будет только в том случае, если будет принято положительное решение о выделении вам субсидии. Для того, чтобы описание будущего бизнеса в бизнес-проекте было достаточно наглядным, мы включили несколько фотографий, изображений, которые показывают, как выглядит готовая продукция, как выглядит то, что будет изготавливаться после того, как бизнес, согласно этому бизнес-плану, будет развиваться, стартует и будет развиваться. Для того, чтобы показать серьезность подхода, мы ввели раздел «Анализ устойчивости проекта», где был, в частности, приведен свод-анализ, сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы, и этим самым мы показали то, что предприниматель, будущий индивидуальный предприниматель, готов к тому, что могут возникнуть сложности, и уже у него есть план, как их преодолевать. Таким образом, бизнес-план получился таким, что он удовлетворял всем требованиям. Суда 58800 была благополучно получена в ноябре 2009 года. К слову сказать, подобным же бизнес-планом воспользовались еще два предпринимателя, которые получили ссуду на развитие собственного дела, уже связанного с услугами населения. И совсем недавно еще один индивидуальный предприниматель также получил 58800 на старт собственного бизнеса, тоже изготовление срубов, ручной рубки по норвежской технологии. То есть те идеи, та форма и тот подход, который мы использовали, он работает, успешно себя зарекомендовал уже в нескольких проектах. На этом мы с индивидуальным предпринимателем, который первым получил вот эту субсидию, не остановились. Мы узнали о том, что в этом году, в третьем квартале 2010 года, опять-таки, по инициативе правительства Нижегородской области, была запланирована программа выделения грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела. Сумма, которая здесь была обозначена, уже была 300 тысяч рублей. Опять-таки, для того, чтобы претендовать на получение этой суммы, нужно было выполнить ряд формальных шагов. В частности, опять-таки, подготовить бизнес-план, подготовить комплект документов, в обозначенные сроки их сдать. Примеры всех документов, образцы и условия, и сроки были опубликованы на сайте правительства Нижегородской области. Я думаю, что подобные же есть и в остальных регионах подобные программы действуют. И точно так же подробно все документы, образцы все опубликованы для того, чтобы ими можно было воспользоваться. Так вот, мы за основу взяли, опять-таки, существующий план, который у нас был для получения субсидий. Только назвали его в этот раз уже бизнес-план «Развитие предприятий по производству срубов, домов и малых архитектурных форм». В этом бизнес-плане уже было не 32 страницы, как в предыдущем, а всего 14. Мы действовали строго по образцу, который был опубликован на веб-сайте правительства. И здесь были разделы «Общее описание проекта», «Общее описание предприятия», «Описание продукции и услуг», «Маркетинговый план», «Производственный план», «Календарный», «Финансовый план». Опять-таки, мы ввели анализ устойчивости проекта, сделали выводы заключения и подчеркнули эффективность проекта для развития бизнеса, подчеркнули социальную эффективность и коммерческую эффективность. Опять-таки, была у нас сделана приписка, что единственным вариантом реализации этого проекта, который оценивался в бизнес-плане и показана была его всячески эффективность, единственным вариантом является получение государственной поддержки уже в виде гранта начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в 2010 году в порядке реализации комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Ежегородской области и т.д. Дальше была ссылка на наименование документа, согласно которому мы претендовали на получение гранта. Для того, чтобы документ получился наглядным, бизнес-план получился наглядным, опять-таки мы добавили фотографии. И в описании эффективности проекта опять подчеркнули социальную эффективность. То есть то, что согласно проекту будут организованы новые рабочие места для пяти сотрудников, открытие производства будет способствовать развитию местных производителей, позволит снизить розничные цены и будет уплачено налоговых отчислений в сумме более 600 тысяч рублей. Мы уложились в срок, вовремя сдали все документы. Надо сказать, что здесь не обошлось без некоторых сложностей, поскольку индивидуальный предприниматель не был силен в каких-то документальных, оформительских вещах, потребовались некоторые усилия, ему супруга помогла, надо было документы правильно распечатать, правильно подписать, заверить, сшить, запечатать в конверт и сдать в специальную комиссию. С первого раза не получилось, поэтому пришлось переделать, дополнить. Но, тем не менее, документы он сдал, документы приняли, и 23 числа произошло вскрытие конвертов. Вот вся процедура рассмотрения, проведения конкурса, она вся была, освещалась вся на сайте правительства Нижегородской области. Поэтому легко можно было наблюдать, кто прошел, кто не прошел, по каким причинам не прошли, и как бы быть готовым и быть в курсе того, что происходит. Так вот, 23 сентября было первое рассмотрение документов, так называемое вскрытие конвертов. В результате вскрытия конвертов из 296 заявок 78 не прошли, по совершенно обидным причинам. Не были подписаны или не хватало части документов. Отсутствовал диплом или свидетельство о прохождении краткосрочных курсов у претендента. Была просроченная выписка из ЕГРН, из ЕГРЭ ИП или ЕГРЭ ЮЭЛ. То есть, вот эти выписки были, срок их выдачи был более месяца. То есть, вот эти правила, которые должны были быть соблюдены, они были четко описаны, опубликованы на сайте. Нужно было просто внимательно их прочесть и сделать так, как там написано. Далее, 30 сентября уже прошел следующий этап. Из тех заявок, которые прошли первый, отборочный как бы этап, были отобраны следующие заявки уже с точки зрения правильности оформления документов. То есть, на первом этапе смотрели полноту документов, на втором этапе начали смотреть уже правильность оформления документов. Опять, из 218 уже оставшихся заявок 22 не прошли. По причинам, что, например, что запрашиваемая сумма превышала максимально возможный объем. То есть, больше 300 тысяч просил претендент. Далее, зарегистрирован претендент был в качестве индивидуального предпринимателя более года. Мы здесь как раз попали, потому что в прошлом году получили субсидию, и это было плюсом. И еще года не прошло, мы претендовали уже на получение гранта. Дальше. Была такая ошибка, что оборотные средства были отражены в смете. Тоже, опять-таки, это было требование, которое было описано в правилах, и его некоторые нарушали. Ну и реализация подакцизных товаров. Очень многие претенденты вот здесь как раз погорели и были исключены. То есть, те, кто занимался реализацией или планировал заниматься, или планировал развить бизнес, в котором продавались сигареты, водка, пиво, все их сразу, всех таких претендентов сразу исключали. Точно так же бы исключили претендентов, которые работали бы в игорном бизнесе, в кредитных организациях, в страховых и еще в некоторых. Здесь, в нашем случае, таких претендентов не было, но если бы они были, их бы исключили также из рассмотрения. 30 сентября 2010 года уже делали так называемое сопоставление заявок. То есть, каждая заявка была рассмотрена, ей начислялись баллы, и в зависимости от этих баллов определялись победители. За что начислялись эти баллы? С точки зрения сферы реализации, если бизнес-план или развиваемый бизнес относился к промышленному производству, информационным технологиям, научно-образовательной деятельности, сельскому хозяйству или строительству, то назначалось такому бизнес-плану, такому претенденту дополнительно 100 баллов. Если сфера реализации была жилищно-коммунальное хозяйство, за исключением деятельности по управлению многоквартирными домами, то это 70 баллов. Если предоставление услуг населению – 50 баллов. Ну и, соответственно, если прочие, то баллов дополнительных не было. С точки зрения направления расходования средств, если запрашиваемые средства в полном объеме используются на приобретении основных средств, еще дополнительно 100 баллов. Если более 50% запрашиваемых средств поддержки используются на приобретении основных средств, тоже 50 баллов давалось. Если прочие, баллов не назначалось. С точки зрения создания новых рабочих мест, свыше 5 новых рабочих мест, дополнительно 100 баллов. Вот здесь мы как раз просмотрели этот момент, нам надо было бы сделать не 5 новых рабочих мест, а 6. Тогда бы мы получили дополнительно 100 баллов. Ну, забегая вперед, скажу, нам все равно баллов хватило. Далее, от 5 до 2 новых рабочих мест 70 баллов и менее 2 рабочих мест, соответственно, 0 балла. О чем говорят вот эти правила? Говорят вот эти правила начисления баллов. О том, что по подобной схеме, я думаю, что не только в нашем регионе, не только в Нижегородской области, но и в других регионах вполне можно претендовать на получение гранта, если ваш бизнес относится к информационным технологиям, к научно-образовательной деятельности, то есть к инфобизнесу, например, относится к сельскому хозяйству. И можно набрать неплохие баллы, даже не занимаясь только производством, как было в нашем случае. За что еще начислялись баллы? С точки зрения эффективности выделения бюджетных средств, с точки зрения поступления налоговых платежей, равных по размеру выделяемой субсидии. Если в течение 3 лет с начала реализации проекта эти деньги возвращаются в бюджет в виде налогов, то 100 баллов. Если в период от 3 до 5 лет с начала реализации проектов то же самое происходит, то 50 баллов. В противном случае баллов не начислялось. С точки зрения места введения деятельности по уровню безработицы. Если деятельность производится в тех районах, где уровень безработицы более 3%, дополнительно 100 баллов. От 1,5 до 3% 50 баллов. И опять-таки если в прочих районах, то 0 баллов. С точки зрения относится ли бизнес к сфере молодежного предпринимательства. Если индивидуальный предприниматель, являющийся претендентом, находится в возрасте до 30 лет или это юрлицо, в основном капитале которых доля вот таких лиц до 30 лет не менее 50%, то дополнительно еще выделялось 50 баллов. Опять-таки для молодых предпринимателей, стартующих свой бизнес, здесь есть определенная преференция, определенная выгода. Когда по каждой заявке были проставлены набранные ими баллы, то получилось, что из 196 заявок 9 не прошли, не набрали нужного количества баллов для того, чтобы попасть в список. То есть те предприниматели или общество с ограниченной ответственностью, которые претендовали на получение гранта, они были расставлены в порядке убывания баллов. Получилась очередь из 187 победителей. Первые 186 получили с суду в полном объеме и последний 187 получил остатки средств, которые остались в финансировании на этот проект. Проект. Максимальное количество баллов было 500, минимальное количество баллов у заявок было 200, у нас с индивидуальным предпринимателем было 270 баллов и наш номер был 179. То есть мы не вошли даже в первую половину победителей, но тем не менее мы вошли где-то примерно в последнюю десятку и этого хватило, чтобы получить полностью запрашиваемую сумму, то есть 300 тысяч рублей в виде гранта, безвозмездного гранта на развитие малого бизнеса. Таким образом, грант в 300 тысяч рублей был получен в октябре 2010 года. Хотелось бы пожелать вам того же, делайте точно так же, повторяйте это и все у вас получится. Можно бесконечно сокрушаться о том, что для старта собственного бизнеса, собственного дела не хватает денег, не хватает еще чего-то, но на самом деле всех больше не хватает решимости, просто взять, посмотреть как это делается, посмотреть список документов, сделать точно так же и у вас все получится. Благодарю вас за внимание, с вами был Михаил Тришин. Если у вас появились какие-то вопросы, то вы можете найти все мои координаты на сайте intertayga.ru. Там же можете прочесть подробнее по программе по получению суды, безвозмездной суды от государства в размере 58-800 на развитие собственного бизнеса. Неважно, относится этот бизнес к производству, как в нашем случае, то есть к производству ручных срубов, ручной рубки или к какому-то другому бизнесу. Шаги будут те же самые, подход будет тот же самый и то, что вам предстоит, в целом будет повторять те шаги, которые мы вполне успешно прошли. Желаю вам всяческих удач и до новых встреч!